Мерседес начинает электрификацию модельного ряда сверху. Представлен сразу флагманский и не седан, а лифтбэк EQS, который поступит в продажу в конце этого года. Представленный в Петербурге 5-метровый лифтбэк построен на новой платформе MEA, разработанной специально для электричек. Здесь и полноуправляемое шасси, и 100-киловаттная тяговая батарея, которой у самой экономичной версии должно хватать аж на 700 километров пути. Правда, в Россию приводит не эконом, а самая мощная двухмоторная версия, которая с места до сотни рванет за 4 с хвостиком секунды. Передняя часть салона почти сплошь стеклянная и состоит из трех экранов, 12-дюймовой приборки, 18-дюймового тачскрина в центре и отдельного пассажирского дисплея. Еще одна премьера петербургского экономического форума – это новый Mercedes Maybach S-класса. Обе новинки помогают раскрыть свежую стратегию «Мерседеса», суть которой – превратить премиальную марку в роскошную и прирастать суббрендами. У люксового сегмента, не только автомобильного, но и вообще в любых товарах, самый большой потенциал роста в ближайшие 10 лет. В зависимости от богатства населения конкретной страны, сегмент роскоши растет в 3-4 раза быстрее, чем рынок обычных товаров. «Мерседес» – самый ценный автомобильный бренд в мире. В этом и состояла идея – стартовать сразу с электромобиля, который задаст новые стандарты. Таким и является EQS. Сейчас правильный момент, чтобы запустить эту машину в России. К тому же наш рынок – второй в мире после Китая, куда EQS физически попал. Российский рынок хорошо потребляет машины любого из мерседесовских суббрендов. А всего их четыре. Это электрический EQ, AMG, Maybach. А еще Хольгер Зуфель отдельно называют марку G или G, которая должна вырасти из Гелендвагена. Что же до Maybach, то в прошлом поколении он занимал четверть всех продаж S-класса в России, а станет еще популярнее. Мы не просто ожидаем роста, мы форсируем его. Мы хотим поднять продажи кардинально, чтобы, и это отдельный аспект новой стратегии, расти с суббрендами, которые уже весьма успешны в России. И мы повысим долю Maybach на российском рынке. Российские дилеры начнут принимать заказы на EQS в конце года, а первые живые машины отправят клиентам в середине будущей зимы, то есть уже в 2022 году. Продажи Maybach уже стартовали по цене от 20,5 миллионов рублей. Однако реальные машины привезут в октябре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова